Если ещё не подписаны на канал, то подпишитесь. Короче, сегодня мы пойдём в город Миргард, да? И это уже не обзор городов. У нас поменялась концепция. Это путешествие на диване. Вот. Так что, путешествие на диване. Миргард, вот он какой. Вот он какой. Я могу показать его ещё как-нибудь по-другому. Да, со спутника. Со спутника. И главное, мы посмотрим, конечно же, панораму. Конечно же, мы посмотрим панорамы. Вокруг, как вы видите, здесь, если видите, я тоже тут плохо ещё вижу, да? Вокруг оживлённая местность. Смотрите, станция. Станция там. Всякие вот заводы подозрительные. Похожи на нашу энергию, например, да? Вот. Заводы подозрительные, да? Какие-то цеха стоят. Вот. То есть, местность достаточно обжитая, да? Вот. То есть, сбоку какие-то деревни. Не знаю, относятся они к городу или нет. Деревень полно. Народ тут живёт. Масса. Вон какой-то бассейн у кого-то рыбкой в самом городе выложен. Ну, это, наверное... А, это гостиница Полтава. Гостиница Полтава. Бассейн рыбкой выложен. Прикольно. Вот. Большой современный город. Вот. Ну, карта-то ладно. Чё на этой карте видно? Нифига, да? Я, кстати, думал, что этого города его вообще нету. Что он только у Гоголя есть. Оказалось, нет. Большой крупный город. В Украине, да? В Полтавской области. Короче, такие дела. У этого города отсутствуют панорамы, да? То есть, в машинах Гогла тоже не думала, что этот город существует. Поэтому она сюда не приехала и ничего не сняла. Но у нас есть решение на этот вопрос. Ну, вообще, на любой вопрос всегда есть решение. Надо брать и ходить опять по поисковским панорамам. Потому что поисковские панорамы – это супер. Я понял уже давно, что лучше поисковских панорам ничего быть не может. Что из интересного? Тут всё про Гоголя, вот этот город, да? Тут главный проспект, они называли улицей Гоголя, да? Главный проспект, да. Там не Ленина, а Гоголя, да? Ну, понятно, он им такой пиар, да? Этому городу. Так что попёрли на панораму. Где там панорама? Я вижу... Короче, буду снизу вверх идти. Я вижу самая нижняя панорама. Она находится на вокзале. Вот она прогружается. И кого мы встречаем тут сразу? Конечно же, Гоголя. Статую Гоголя. Тут всё про Гоголя. Потому что он такой пиар дал, да? Такую рекламу на года, да? Но это, само собой, такой пиар нельзя забыть. Вот, смотрите, да? Вокзал. Вокзал обычный? Ну, обычный вокзал. Самый-самый такой простой. Тащим-то вокзал, вот. Само здание вокзала выполнено в каком-то старом стиле. Вот, смотрите, да? В старом, каком-то древнем стиле. Хотя, видно, судя по всему, оно... Сапковой постройки до 50-х годов. Вот по этим вот круглым дверям. Но в остальном, наверное, эта панорама ничего интересного не покажет. Вот, смотрите, да? Обычно же это дорога, электрифицированная, да? Низкие платформы. Что как-то не современно в современное время. Какие-то хаты, которые опять-таки, воголя этого, наверное, и видали, да? Он туда, наверное, приходил, там, ходил, да? Вот это там, заходил, да? Билет покупал на паровоз. Ого, короче. Дальше смотрим. Дальше смотрим. Но одна из платформ очень современная, кстати. Вот эта средняя платформа была бы на высокую. Она, кажется, современная. Вот эти вот укрытия такие, да? Чтоб снег тебе на голову не падал. Вот они отличные. Это лайк, однозначно, да? Как-то не очень, конечно, убран. Вот тут, да? Вот тут вот между путями что-то. Тут какой-то гуголь какой-то, да? Тут костерный ножок. Чуть-чуть непонятно. Черт знает, что-то... Кошки шипят, слышите, да? Кошка, не шипи. Кочи, вот подрались кошки. У меня, да? Рычит еще, прям под ухом сидит и рычит кошка. Вот, что вам сказать. Круче всякой панорамы, да? Прям натурально рычит, и все. Ладно, так что, другой панорам. Короче, так, теперь объясняю, в чем отличие от обзоров городов теперь. Путешествие на диване, отличие... Путешествие на диване от обзоров городов. Вот в чем. Я убираю город, да? И решение принимаю потому. Хотелось бы тут жить, хотелось бы сюда приехать. И вместо того, чтобы что-то оценивать, дороги, урны там и все прочее, да? То есть... Вот, приехать сюда бы, конечно, хотелось, да? Вот, судя, если вот такие все панорамы будут, конечно, да. Приехать бы сюда хотелось, да? Вот видите, какая красота вокруг тут. Лепота! Вот, розочки даже, розочки. Розочки растут, видите, да? Крутые вот магазины, вот, в стиле в каком-то, не знаю даже в каком. Вот. Даже обычные вот эти дома панельные, девятиэтажки, они круто вот обрамляются, да? Вот, не забывают про них. У нас они все серые, да? Пообладилась их вся краска. А тут про них не забывают, это респект. Однозначный респект. Вот какие-то вот даже украшения, какие-то вот штуки, да? Типа фонари, вот. Украшают город. Это вообще, вообще, very good. Very good. Это, наверное, администрация какая-то, административное здание, да? Тем более, вот, памятник Ленину был. Грустно, конечно. Эх ты. Владимир Ильич. Владимир Ильич. На что ж ты нас покинул? Кому эти цветы? Г. Теперь это гранитное Г. Просто. Теперь вместо тебя гранитное Г. А вокруг все неплохо. Дети, там, люди гуляют, там, пехотня, да? Все такое. Прочие. Вот еще цветочки тут вообще по всей обочине посажены. Офигеть. Нормально, вообще прикольно. Все, very good. В этом городе прям так чувствуется. Но это самый центр. Мы, конечно, будем прорываться дальше. И вот настала осень. Грустная пора. Как писал сам Коголь, в общем, да? Вот военкомат обычный. Не, 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 не это самое. Не люблю военкоматы. Так у нас. Военкомат. Все стало менее, конечно, красиво по растительности. Но... Смотрите, видите? Вот. Видите, да? Видите? Видите, видите? Видите? Вот это, видите? Вот это, вот это, вот это, видите, вот это, вот это, видите, видите, вот это, ограждение, оно есть, оно с каждой стороны, чтобы не парковались с каждой стороны ограждения, и это тоже лайк, тоже лайк, вот остановка, заезд под остановку сюда, боже, хоп, вот так, остановка, да, автобус может заедать, какой-то недлинный, правда, автобус, но все равно это хорошо, и все равно это хорошо, и тут цветы растут, смотрите, тут росли цветы, то есть летом, да, сейчас они, правда, невнятного цвета, но летом тут было вообще офигительно даже тут вот на вот этой вот улице как мы видим она неплохая да вот уютненькая улочка все что надо огорожено все что не надо не огорожено вот все все классно все нормально в общем то вот на этой панораме все классно вот это коммерческая то есть коммерческая панорама вот это вот панорама сделана для того чтобы прокламировать вот это вот стоматологию не знаю хорошо это не хорошо на 100 металлов и смотри какой как она сделана вот так вот смотришь думаешь новость да вот так вот смотришь учет учет не так думаешь но не знаю никогда там не было и мы выходим на берег реки. Панораму для нас сделала какая-то о-ля-ля. О-ля-ля. Какой лунник. Представляете? Вот, смотрите. Правда, мусора много, но это стандартно. Да, пушу. По-моему, оно сюда прибивается. Вот этот мусор, он прилетает сюда течением. Пуш, тут вот так вот угол, да, вот этот. Поворот реки. Вот, даже кто-то тапок оставил. Подарочный. Кажется, даже нирванный. Но один, к сожалению. Вот, виды прикольные. На том берегу отличный пляж. Только... А, это пляж-санаторий. Фиг туда пройдешь. Частная территория. Грустненько. Но так вид прикольный вообще. Вообще суперский. Интересно, а сам Гоголь, он был в этом? Мирграде? Или просто название своровал для своей книжки? Если... Если был, то респект, да, места действительно красивые. Места отличная. Итак, мы находимся на панораме между рекой и стоматологией. И вы знаете, что я понял? Вот эта вот фирма Куба Онлайн, она специально для пиара, пиара всяких вот этих самых магазинов. Она фотографирует панораму для Google карт. Представляете, какая хитрость? Рекламная хитрость. То есть, действительно, они занимаются продвижением, как могут. Почти халявным продвижением, да. Вот, какое-то здание. Воголь про это тоже, вроде как писал, что с внешней здания хороши, а сзади ужас, да, потемкинские деревни. Вот. Так оно и спереди, оно прекрасное. Вот здесь вот, и с той стороны, наверное. А сзади вот кошмар какой-то, да. Несмотря на то, что оно по сути-то свое современное, да. Там уже бетонные перекрытия, я знаю, вот я вижу, вот по вот этой вот ровной крыше, я вижу, что там бетонные перекрытия, что оно вот современное, оно вообще типа типа из панели. Типа из панели, да. Практически оно, да, только вот. Что-то из кирпича ее набрали, да. Могли бы панелькой просто поставить, нет, но решили как-то так. Я это тоже только первый раз вижу, такой прикол. Обычно такие здания, они просто панельные, и все. Вот. Чтобы не заморачиваться, укладывать что-то кирпичом, да. Кому как. Так, вот опять реклама. Вот, наверное, вот этот рекламный стоп, он тоже захотел сфотографировать, да. Только я не вижу, а, вот он где. Вот, что он хотел. Вот ради этого вот баннера он стал снимать, и баннер зараза засветил. И другую, чужую рекламу захватил, ну, бывает. Я надеюсь, это не единственный автор будет, а то как-то мне грустно будет, если будет это единственным автором. Да, автор не единственный, вот смотрите, да. но другой он что-то похуже снимает, тут полбогдана отавалился, да. Но чуть похуже панорама, но это вина техники, да. Не того, кто снимал, а вина техники. Тут дофига магазинов, так даже в России не бывает, чтобы было столько магазинов. Магазин, 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 магазин. И там дальше магазин, 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 магазин. Так не бывает даже в России. Пуши их или сносят, или еще чего, не дают строить так часто, да. Пуши не просто тут магазин оптика, а за ним еще магазин, и там магазин, магазин, магазин в том доме, за вот этим магазином это вообще по-моему магазинов надо поменьше ради вот этого ресторана мы колы полеков и сфотографировал вот это все не знаю был ли он здесь или просто приехал на парковку на своей машине но мне кажется он здесь не был в ресторан он не пошел ему захотелось в аптеку низких цен мне вот так кажется уж он стоит шибко далеко то есть он из машины вышел и пошел сюда и это нелогично так делать если ты идешь в ресторан ты должен же наоборот тогда если бы он из машины вышел и пошел туда и подграфировал оттуда тогда бы это было действительно он бы пошел в ресторан я предполагаю что дела обстоят именно так короче по центру нам уже надоело ходить там примерно одни и те же виды мы перебираемся на остров где был санаторий вон тот с частным пляжем тут написано что это курортная поликлиника возможно возможно она кстати не работает поскольку в ней смотрите все закрыто вот этот вход видите вон она не просто закрыта и по кондерам судя по всему она не включена ни к чему да кондеры новые все новое все как-то недостроенным кажется вот это все почему-то мне кажется недостроенным то есть я думаю она не работает и к тому же вот смотрите вот сюда да там никакой активности нигде нету тут видите какие-то стены голые прям вообще провода свисают отовсюду да то есть она недостроенная или заброшенная смотрите и даже вот эти вот вход для инвалидов колясочник вот вход вход идешь идешь это и тут раз такой и решетка вообще все закрыто решеткой чтобы не раздербали так другие виды какие тут есть на альтернативной стороне есть только тополя похоже да это к реке да и поэтому на альтернативной стороне только тополя и главное что мне нравится в этом мир городе да это отсутствие асфальтов этих дорожек да то есть они все вымощены вот какой-то другой такой да не знаю плитка это не плитка сейчас рассмотрю камнями каким-то да притом разноцветными крутыми да как в европе как в лучших домах европы вот вон там кто-то бухает на берегу реки ну это стандартная так что мы посмотрим еще последние панорамы да санаторий радужный нам наверное не попасть к самому санаторию радужному нам не попасть а вот дом культуры мы посмотрим только вот где тут дом культуры вот тут неплохая природа в этом мир городе действительно неплохая природа вот видите травинки все как я люблю травинки зеленые даже на фоне на заставке канала тоже какие-то травинки и там травинки и на фоне травинки вот елочки вообще прикольные такие красивые да красивые да вообще все все нормально все отлично да где собственно дворец культуры вот там опять наверное ленин стоял да там вот такое место где много елок да там наверное ленин опять был но тут даже постамента нету вот вот он вот он вот дом культуры дом культуры на ней какая-то вот видите настенные штуковины вот это висит не знаю брельефом я не назову короче вот какая-то вот не знаю вылепленная хрень да но она такая себе да совковый шик он такой себе то что тогда казалось крутым да напыщенным необычным сейчас вообще выглядит ужасно да вообще да вот так вот и там какая-то детская площадка прямо дома культуры позволили какую-то детскую площадку соорудить да какая-то не знаю что это такое детская игровая комната какая-то не по не понимаем еще что такое в россии бы такого не было конечно и что именно я здесь наблюдаю а я в зоопарке в зоопарке какие-то штуковины да какие-то сазаны блин вспомните как они называются офигеть да вроде и знаешь а с первого раза ты не можешь да это это сазан сазан фазан сазан фазан короче они там бегают они огорожены почему-то они не улетают а их тут корма то нечего летать но по идее они наверное могут перепаркнуть вот этот заборчик я не знаю у них крылья есть больше чем у курицы они наверно могут свой туп что поднять хотя они тяжелые короче пишите в коментах летает ли эти хрень или нет а то я не знаю сазан фазан летает ли он вообще почему он отсюда не вылетит если тут нет к нет крыши но наверно уже потяжелыми туши здоровыми как так розочка растет они даже так они даже розочку щипят вот на открытых местах розочка выщипаны их они нет они они летают смотрите они могут забраться туда наверх если они там там наверху сазан это пазан сидит значит он умеет летать все таки сазан пазан то или это филин нет это сазан пазан такое же еще наверняка поворачиваемся далее и видим здесь практически ничего да практически ничего но тут тоже памятник советскому творчеству какое-то а написано билет билет билетов там водичка такая там такая огромное пустое помещение баба сидит а такая толстая бабка даже бабка толстая бабка сидит воду продает и бесплатно течет там такой отмерть там фонтанчик билет это называется билет если я ничего не путаю это билет вот это маразм да сейчас современное время билет содержать на по уши нормальные предприимчивые люди уже завод построили и фигачат бутылки да они содержат билет да еще и бесплатно он дает и это как-то не по-нашему господа не под не по капиталистически это социализм и коммунизм до коммунизм социализм парк отличный пока отлично то я думаю что это я думал кусты это вот небольшие такие пихты и чё-то типа того похоже да вот тут вот отстрижены на вообще прикольные мальчим еще прикольно да вот это и обрегут и обрегут и так господа это последняя панорама вечерняя и она последняя больше панорама миргороде нет миргород короче 6 из 5 получает город несмотря то что обещал без оценок да надо как-то оценивать вообще внешний вид прикольный туристический город со своей архитектурой в стилизации свои есть все очень хорошо может конечно таких фонари по всей украине стоят но я думаю что нет есть своя стилизация как и по дорожкам так и по всяким объектам фонарям да все в тему гоголя до всего такого вот есть памятники да правда памятник рейну скинули но это стандарт прекрасная природа прекрасно эти вот и воды все прекрасно все в лучшем виде то что мы видели она была в лучшем виде да в общем все прекрасно река про проходит через город в общем прекрасно отличный город и говорить тут больше не о чем вот такие вот дела